доброго времени суток дорогие зрители гости и подписчики канала завершаем наконец-то наш мессершмитт в этой серии мы проведем финишные работы то есть по выделению различных мелочей таких как выхлопные патрубки нанесем сам выхлоп от двигателя подкрасим различные мелочи приклеим оставшиеся детальки которые еще не приклеивал то есть этот антенки различные там подножки и всяк такую мелочь что и еще не сделал и сделаем легкую следы легкой эксплуатации то есть нанесу сухой кистью такие как бы потертости в районе механизации крыльев ну и там где что-то могло тереться друг об друга на винтах ой на лопастях винта ну и откроем наш фонарь фонарь приклеим сделаем нанести натянем антенну в общем вот такой этап думаю серия получится не очень большая потому что буду показывать в основном поэтапно на камеру эти все вещи тяжело заснять во всяком случае с моей камерой поэтому скорее всего буду показывать поэтапно если что-то получится заснять поподробнее то будем поподробней приятного просмотра в конце будут еще и фотографии уже полностью готовой модели далеко не убегайте через секунду начнем и итак друзья попытался заснять те процессы которые я делал но у меня это не сильно получилось потому что практически ничего не различима на камеру поэтому покажу сейчас фотографиями во первых это вот вы увидите на камеру я вклеил перегородку в наш фонарь вместе с бронестеклом там бронированная спинка или как это там бронестеклом штучка там еще один рычажок для открытия самого фонаря приклеил я такую круглую антенку если вы видите вот здесь это приклеил подножку там еле видно конечно и приклеил вот этот непонятную для меня честно говоря штангу полосатую что еще сделал я тонировал сам самолет маслом слегка использовал только черный цвет для придания эффекта что он стоял на аэродроме и под влиянием дождя что-то с него там пылюка грязю к такими разводами стекла и немного прошелся алюминием вот таким вот xf 16 от томе по стыкам механизации крыла в общем там где могло что-то тереться по стойкам шасси на фотографиях я это попытался показать более наглядно сейчас я их запущу я думаю вам будет видно это все теперь нужно нам приклеить фонарь в открытом положении и натянуть антенну но прежде чем это делать я хочу сделать имитацию нагара от двигателя и нагара от пулеметов от вооружения буду делать это вот такой краской называется сажа аж 343 от мистер хобби колор сейчас разбавлю под аэрограф и покажу этот процесс если у вас сейчас возник вопрос наверное как я сделал габаритные фонари я их делал таким образом я брал сперва прокрасил хромом те места где должен быть фонарь а потом густым слоем прозрачных лаков зеленого и красный у меня от мистер хобби аж 94 и получилась такая как бы как бы стеклышко ну что ж ухожу на паузу для разбавления краски и тогда продолжим работать над нашим густовом сделаем выхлоп и потом я попробую показать натяжение антенны далеко не убегайте скоро вернусь а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, приклеим наш фонарик, точнее открытую его часть. Для этого используем супер-клей. Надеюсь, вам хоть что-то видно будет. Опять у меня буйствует кошка. Не хочет наноситься. Вообще, здесь, наверное, лучше бы подошел какой-то гелевый. Но у меня, к сожалению, его нет. Кончил с вами гелевый клей. Так, вот как-то так. У нас получается фонарь. Дадим этому делу просохнуть. Чтобы продолжать манипуляции. Здесь еще нужно вот отсюда, куда-то сюда протянуть одна деталька. Там есть из фото отравления такой, как канатик небольшой, за который он притягивается потом. И который не дает ему упасть. Но это сейчас пусть подсохнет и мы его тогда натянем, ну точнее приклеим. Далеко не убегайте, для вас это будет секундно, для меня чуть-чуть подольше. Что ж, извиняюсь я за то, что не показал, как я прикреплял этот тросик, который держит фонарь и антенну. Просто когда снимал, он понял, что вам ничего видно не будет. Потому что они довольно тоненькие и из-за света они просто сливались на белом фоне. А тросик, который в кабине, так вообще его практически не видно. Ну вот, покажу антенну. Надеюсь вам видно ее. Сейчас немножко так поближе поставлю. Вот она у нас антенна. Не обращайте внимание, что она такая немножко не натянутая. Потому что я вот смотрел по фотографиям, в положении, когда откинут вот этот фонарь, она немножко, как говорится, ослаблялась. То есть, когда она в закрытом положении фонаря, она прямо в натяг. Возможно, я ее немножко неправильно сделал. Нужно было здесь, наверное, сделать какие-то, типа, проволочки сюда вот вставить. Но у меня сверла такого тонкого нет, чтобы туда сделать какой-то крепеж. А вот для другой модификации здесь есть, там форма киля немножко другая. И в наборе есть специально на штангу, куда идет антенна на выступ. Там из фотоотравления такой крепеж. Там будет, наверное, попроще это сделать. Ну и, в принципе, в закрытом положении намного проще натянуть антенну, чем здесь. Потому что она здесь уходит в бок. Крепится буквально там на соплях. Вот. Извиняюсь за славу, паразиты. Вот такой у нас получился мистер Шмидт. Сделаю я еще фотографии. Не очень много, но так на белом фоне сделаю, чтобы почетче, наверное, будет видно. Что я могу сказать о наборе? Набор очень хороший. В плане расшивки очень детализированная. Каких-то очень сильных проблем при сборке я не встретил. Стыкуется все замечательно. Шпаклевать практически не пришлось. То, что в наборе присутствует фотоотравление, это вообще замечательно. Оно улучшает наш кокпит, который вы сейчас, в принципе, не увидите. Но я на фотографиях попробую сфотографировать так, чтобы видно было его. Но там все замечательно видно. Даже если был бы он закрытый. Что еще сказать? Единственное неудобство, которое возникает, это при нанесении вот этой декали в виде спирали. Но ее тоже можно победить. То есть, ну, у меня не с первого раза получилось, но минут пять я, наверное, ее выводил и в итоге нанес. Ну, правда, чуть-чуть сместилась она, но это не важно. То есть, вот это вот единственный момент, как бы. Тут самое главное, как говорится, не запутаться в том, какие детали вам нужны. Потому что здесь разбито все по вариантам окраски. Так что, вот такой у нас самолет. Сейчас попробую чуть-чуть приблизить лампу. Может чуть-чуть получше будет видно. Вот так вот мы сделаем. Так что, такая вот у нас получилась птичка. Могу смело поставить пять набору за стыкуемость, за детализацию, за удобство работы. При сборке. В общем, мне однозначно понравился очень сильно этот набор. Так что, советую для любителей мессершмитта приобрести его. На этом закончим нашу эпопею с BF 109. Постараюсь в ближайшее время закончить и миг. Потому что вы его, наверное, тоже заждались. Если у вас есть какие-то вопросы или просто какие-то впечатления, пишите комментарии. Постараюсь ответить. Если понравилось, ставьте лайки. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok